Компенсация за ветхое аварийное жилье. Вот еще одного участка автодороги Нарьин-Марусинск и ход убойной кампании. Эти и другие вопросы рассмотрели на еженедельном совещании при губернаторе Ненинского округа Юрии Бездудном. Подробности далее. На прошедшей недавно сессии собрания окружные депутаты приняли решение возобновить приостановленный ранее закон, предусматривающий выплаты компенсации за ветхое аварийное жилье. На сегодняшний день в очереди находится 186 человек. В 2021 году сигнование заложено на 88 человек. Этим людям вручены всем уведомления о возможности получить компенсацию. Из этих людей на сегодняшний день уже получили выплаты 20 человек. Остальные люди, если подадут в ближайшую неделю, документы получат в этом году, если чуть позже, в начале следующего года. Что касается тех стажителей региона, кто не получил компенсацию в этом году, то администрация намерена на ближайшей сессии обратиться к депутатам с запросом на дополнительное финансирование программы. Полагаю, что основная масса компенсаций будет получена в поселке Искателей. И вот здесь прошу быть на постоянной связи с муниципалитетом. Строительство дороги на Ринмар-Усинске – еще один актуальный вопрос, который рассмотрели в ходе еженедельного совещания при губернаторе региона. Третий этап первого участка автодороги протяженностью 12 километров вводится в эксплуатацию с опережением на два года. Затраты на строительство составили 4 миллиарда 800 миллионов рублей. С 2015 года уже построено более 50 километров дороги. Осталось еще построить 27 километров дороги, которые планируем завершить в следующем году, если будет финансирование регулярное, федеральное финансирование поддержано. Также на этой неделе планируется ввод дороги, вернее уже введена дорога, это реконструкция на Ринмар-Пешелок Искателей, где проводил сделанные пешеходные дорожки, велодорожки, освещение и остановки. Общая протяженность 7,1 километра. Таким образом, протяженность зимника на Ринмар-Усинске в этом году составит 32 километра. Отвечать за состояние этой временной автодороги в этом году будет организация «Техносфера». Что касается зимника до села Тельвиска, то его обустройством и дальнейшим обслуживанием занимается общество «Автомаркет». Перед обоими подрядчиками поставлена задача выполнить работы по устройству автозимника до 25 декабря. 22 декабря намечен выезд для проверки хода работы по зимнику до села Тельвиска, 23 декабря на автозимник на Ринмар-Усинск. Еще один вопрос, который был рассмотрен в ходе совещания – убойная кампания по данным Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса. Она выполнена на 87%. На убой в ближайшее время направлено порядка 34 842 голов оленей, что составляет 82%. В настоящее время 5 хозяйств ведут убойную кампанию, 11 уже закончили. Акционерное общество мясопродукты, мясо все принимает. И с 22 числа начнем вывозить мясо вертолетов, Ми-26, чтобы удобнее сэкономить средства. Также он отметил, что весь процесс кампании находится на контроле Департамента. Кроме того, на территории муниципалитетов следят за соблюдением правопорядка. Губернатор, в свою очередь, обратил внимание, что ни одному хозяйству не должно быть отказано в приемке мяса. Поэтому все мясо, которое готово сдать оленеводы, будем принимать. Этот вопрос губернатор держит на личном контроле.